Здравствуйте! Мы приветствуем всех, кто присоединился к нашей программе. Сегодня будем говорить о развитии бизнеса и о том аспекте, который составляет промышленная кооперация в Ростове-на-Дону. Я представляю своих гостей в студии. Сегодня здесь Полина Витальевна Коростеева. Здравствуйте! Полина Витальевна, заместитель директора Департамента экономики Ростова-на-Дону. Валерий Сергеевич Королев, начальник управления инвестиций и инноваций торгово-промышленной палаты области. Сергей Николаевич Попов, предприниматель, который нам расскажет, как на деле промышленная кооперация помогла ему в развитии своего бизнеса. Полина Витальевна, миллионный город Ростов, деловой Ростов. Это аксиома, о которой мы сегодня даже и не будем об этом говорить, потому что это так известно. И тем не менее, как сегодня бизнес, человек, который хочет заниматься этим или уже занимается, но хочет развиваться. Вот как мы можем помочь, как городские власти это делают, если программа соответствующая? Конечно. Существует программа развития бизнеса, муниципальная программа нашего города. И так как бизнес в нашем городе традиционно является движущей силой, 90% всех предприятий организации нашего города — это предприятия малого сектора экономики, то сегодня мы говорим о том, что развитие бизнеса является приоритетным направлением в экономической политике администрации города. Для этого направления предусмотрено множество мероприятий. В настоящее время вслед за федеральными направлениями в экономической политике, региональными, мы тоже меняем приоритеты и подходы в этом направлении. И здесь смещаются акценты с прямой финансовой поддержки на институты развития предпринимательства. Так в нашем городе действует муниципальный центр развития бизнеса «Новый Ростов», муниципальный фонд поддержки предпринимательства, центр субконтрактации приторгово-промышленной палаты. Работа здесь ведется системно, то есть начиная со школьной скамьи, когда старшеклассники подходят к пути выбора своего будущего, здесь важна популяризация и продвижение предпринимательского труда. В этом направлении ведется большой блок работы со школьниками, со студентами, регулярно проводятся экскурсии в муниципальный центр «Новый Ростов», с деловыми играми, тренингами, бизнес-кейсами. Такое погружение дает хороший эффект, когда ребята видят, что происходит, как работает бизнес и приходят к решению, что можно работать не только по найму, а можно создать собственное дело и реализовать свою идею. Помимо этого много существует конкурсов, поддержан уже второй год проводится конкурс среди школьников «Бизнес, несущее добро», это конкурс социальных идей среди старшеклассников, студенческие чемпионаты и так далее. Далее обучение всех желающих создать собственное дело. Также на регулярной основе проводится школа начинающего предпринимателя, это краткосрочные трехдневные курсы, где любой желающий бесплатно может обучиться основам, навыкам ведения бизнеса, получить необходимые компетенции и не только в теории, но и на практике научиться решать какие-то типовые бизнес-задачи, узнать о поддержке, узнать о том, как взаимодействовать с властью и так далее. И далее уже подготовленный человек подходит к решению о создании своего бизнеса, и здесь необходимо, конечно, оказание содействия, погружение в специальную комфортную среду. У нас работает в городе уникальный коворкинг, который называется Центр развития предпринимательства «Новый Ростов». Он размещен в бывшей табачной фабрике, это Горького 151, где в любое рабочее время с 9 до 6 любой желающий может получить консультацию бесплатно по любым вопросам ведения бизнеса. На старте своего дела очень важно знать, что ты не один, что по любому сложному вопросу тебе есть куда обратиться, тебе помогут, подскажут и так далее. Там же размещен МФЦ для бизнеса, это специализированное окно для предпринимательства, где можно подать документы на регистрацию, получить любую государственную услугу, оформить документы, получить справку. Следующий этап – это уже когда зарегистрирован предприниматель, ему необходимо сопровождение. Для этого у нас в городе для поддержки стартапов предусмотрена субсидия на создание собственного дела, которая носит компенсационный характер. До 300 тысяч рублей предприниматели могут возместить произведенные затраты. Предназначена для тех, кто еще с даты регистрации, у кого не истекло 12 месяцев. Для тех, кто уже ведет свое дело, действует муниципальный фонд, который предоставляет микрозаймы. Микрозаймы сроком до 3 лет и размером до 3 миллионов рублей с поль годной ставки. Хорошо, Полина Ивановна. Обратимся к практикам. Валерий Сергеевич, я понимаю, что это общемировое движение, когда предприниматели объединяются и создают торгово-промышленные палаты. Это общее тоже место. Но тем не менее, что же ищут сейчас? Какой поддержки у вас в этом направлении? Как найти себе товарища, который бы… Классный проект. Поддержать бы. Кто поддерживает? Как находите партнеров? Прежде всего, я, конечно, хотел бы поддержать Полину Витальевну по поводу необходимости системной работы. И это достаточно редкий пример среди городов крупных российских, где такая системная работа именно в части помощи, поиска партнеров в рамках региона, в рамках территории осуществляется. Осуществляется вполне профессионально во взаимодействии с институтами развития, с общественными организациями. И вот я рад, что наши отношения, торгово-промышленная палата и администрация города, они стали уже долгосрочными, такими постоянно расширяющимися. И, собственно, выросли они из одного небольшого социологического обследования, которое как раз-таки город заказал по поводу выявления основных проблем развития малого предпринимательства, из которого мы выявили, что одним из ключевых вопросов, чаще всего задаваемых малым предпринимательством, наряду с доступностью финансовых ресурсов, это отсутствие достаточной информации о том, какие ресурсы есть, какие есть технологии на территории региона, какие есть компетенции, какие есть возможности для участия в государственных и муниципальных заказах. Ну, казалось бы, набери в поисковике и вот себе сразу. Действительно, на первых порах так и было. Было очень много скептиков. В основном были скептики по поводу того, что нужна ли такая программа, нужно ли заниматься в ручном режиме содействием поисков партнеров друг друга. Когда в век информационных технологий всё это достаточно открыто. Оказалось, действительно, такая потребность есть, потому что информация сугубо специфическая по наличию уникальных технологий, по наличию уникальных компетенций, по выстраиванию взаимных интересов. Это ни на каком портале не обеспечить. Это можно только сделать онлайн. Поэтому нужны площадки. Мы пришли к такому мнению, что первым, что мы должны сделать, это сформировать площадки, на которых в режиме «глаза в глаза» предприниматели могли бы свои предложения, свои интересы, свои инициативы высказать таким же предприятиям, как и они, высказать это представителям органов власти, чтобы можно было понять, какие системы поддержки можно было при этом использовать, получить доступ более простой к федеральным институтам развития. То есть целый комплекс вопросов, существующий предприниматель, нужно было сделать на одной площадке. И серию таких площадок мы в течение двухлетнего периода взаимодействия с администрацией потихонечку запускаем. Классика субконтрактации. Есть крупное предприятие, у которого есть необходимость выполнить определенный заказ, и он через центр субконтрактации, который мы как раз вместе с городом запустили, он получает возможность доступа к базе исполнителей не только города Ростова, но и Ростовской области, а теперь уже через центр развития субконтрактации федеральной мы получаем доступ ко всем регионам России. И это уже начинает работать, но это только нижний уровень. Важно, конечно, чтобы это была не текущая производственная субконтрактация, а важно формирование промышленной кооперации, высокотехнологичных отраслей, те, которые несут перспективу развития. В этом плане как раз мне хотелось бы передать Сергею Павловичу Эстафетну, потому что он как раз один из тех предпринимателей, которые не только реализуют на практике новые технологии, но и активно формирует спрос с привлечением своих партнёров, в том числе на федеральном уровне, с возбуждением интереса в органах власти, в представительных органах, в исполнительных. Поэтому это один из активных наших партнёров. Валерий Сергеевич, Вы просто так логично перешли к следующему аспекту нашей программы, потому что как же на практике применить вот эту всю теорию, о которой Вы прекрасно рассказывали, Сергей Николаевич, как Вам начиналось и как продвигается сейчас Ваша кооперация с партнёрами? Начиналось всё сообщение именно с торгово-промышленной палатой. Всё-таки торгово-промышленная палата – это уникальный инструмент взаимодействия между органами исполнительной власти, бизнесом, интересами конкретного бизнеса и даже в формате ручного режима. То есть добиться чего-то для одной компании от органов исполнительной власти региональных, возможно, тяжело, но торгово-промышленная палата даже такие вопросы может решать. И, собственно говоря, начиная общаться с ТПП, мы как раз подхватили тот этап, когда формировалась инфраструктура поддержки. Именно через площадку торгово-промышленной палаты мы познакомились со структурами РЦИ, региональный центр инноваций, и, собственно, начали свою работу. Мы познакомились с порталом субконтрактации. Собственно, мы нашли одного из технологических партнеров, с которым мы, ну, по крайней мере, начали решать нашу технологическую задачу, которые не знали просто, как подступиться. Поэтому, да, это работает. Наш формат бизнеса, он немножечко более сложный, чем рядовой бизнес, поскольку мы работаем в сфере инноваций, и практически на всех этапах продвижения продукции мы встречаем какое-то сопротивление. Где-то нормативное, где-то непонимание, где-то, ну, различное сопротивление. То есть в этом режиме мы давно, и в данном случае инструменты, которые дал нам, дала торгово-промышленная палата, плюс инструменты города, они существенно помогли нам прорваться в решении этих вопросов. И в ближайшее время… В экспортных рынках. Да, 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 центр поддержки экспорта при торгово-промышленной палате уже неоднократно использовали этот формат. Вот буквально недавно вернулись с выставки в Молдове, в марте были на выставке в Сербии. В принципе, итоги очень хорошие, и ждем выхода на экспортный рынок достаточно широко. Ну что ж, благодарю вас за участие в программе. Напомню, что сегодня мы говорили о таком аспекте в развитии бизнеса, как промышленная кооперация в Ростове-на-Дону. Я желаю всем удачи в делах. До свидания.